Вечером еще пойдем, часика. Уже раз пойдем. Каждый день Наталья гуляет по несколько часов. Теперь она может это делать. На своих двоих. Да и протезу нужна постоянная практика. Я привыкла как-то вот так ноги ставить. А надо сейчас на ширине ставить, как на палубе. Чтобы ничем не зацепиться. Вот самое главное. Потому что я же не чувствую, у меня чувствительности нет. Я чуть вот зацепилась за какую-то нитку. И все, и завалилась. Протез установили два месяца назад. Столько же времени Наталья боролась с системой, чтобы получить положенную возможность ходить. Многу женщине ампутировали из-за прогрессирующего сахарного диабета. О том, что уже можно устанавливать протез, она узнала сама, обратившись в социальный фонд. Однако там ей предложили продукцию фирмы, расположенной во Владимире. Наталья написала отказ, так как изготовление такого продукта – дело тонкое. Нужны частые примерки, а потом обучение. Но ведомство вновь отправило ее во Владимирскую компанию. Наталья вспоминает, что объяснить свою позицию управляющей соцфонда было невозможно. Женщина так и не смогла попасть на прием и вынужденно обратилась к нам в редакцию. Пожалуйста, дорогие специалисты, подходите индивидуально к каждому вопросу, с сочувствием к человеку, попавшему в такую трудную жизненную ситуацию, как бы еще к молодому, которому не хочется выпадать из жизни, из жизни семьи, ребенка. Ну, еще как бы свое здоровье поддержать, чтобы, пожалуйста, помогайте нам, насколько это возможно. Тем более, если, ну, как, есть все возможности. Спустя неделю после выхода сюжета Наталью пригласили в Барнаульское отделение московского протезно-ортопедического предприятия. В мае она легла в стационар. Два дня ее учили надевать протез, еще месяц – вставать и делать первые шаги. У меня прям как-то второе дыхание открылось. Просто теперь будет другая жизнь. Надо будет осваиваться, учиться. Протез сам за себя не пойдет. Хотел бы, опять же, поблагодарить вас, телекомпанию «Толк» и Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие за такое отношение, что ей помогли, и психологи все с ним как бы работали. И тоже это со стороны, как кажется, что это просто такое, ну, время идет, как бы такая ситуация-то не сильно как бы простая, а она очень, как сказать, непростая. Успели вовремя. Мышцы женщины не атрофировались. Сейчас ее задача – ходить постепенно, но регулярно. Мне вообще кажется, что я своей ногой иду. Мне кажется, что я прям ступней наступаю и чувствую прям асфальт или там, ну, какую-то поверхность. Прям чувствую, мне кажется, что я еще вообще не могу еще понять, что у меня ноги нет. Прежде Наталья работала в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сейчас вернуться туда она, конечно, не сможет, но и сидеть в четырех стенах тоже. Чем заниматься, женщине еще предстоит придумать. А вот занятием для души уже определилась. Мне теперь хочется в танцевальную студию с мужем, чтобы научиться танцевать. Еще одно желание – полежать на пляже. Но пока она не настолько уверенный пешеход, чтобы пройти на протезе по песку. Впрочем, к новым условиям привыкает не только она, но и супруг. Вдвоем учится преодолевать кочки. И в прямом, и в приносном смысле. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Анастасия Дороган. Продолжение следует...